Всем привет! Мы продолжаем нашу завоевательную кампанию по захвату всей карты. Играем за Западную Римскую Империю. Ну и на эту серию, да, вот мы оставили с прошлой, в принципе, да, вполне возможный захват Фессалоника. В атаку! Давайте, в принципе, попробуем провернуть это дело. За него заря ужасного, страшного дня! Но насколько ужаснее готовиться к битве с римлянами, то и с нами! Наши враги наверняка дрожат от ужаса! А теперь берите свои мечи, натягивайте луки, проверьте доспехи и оружие! Настал час испытания для римской храбрости! Так, отлично, давайте размещаться. Я думаю, начнем нашу атаку со стороны холма. Враги привели на поле боя еще людей! Ну да, и это самое вот сложное. У врагов, да, кстати, много стрелков. Я, кстати, вот без записи просмотрел. Довольно-таки много. Раз, два, три, четыре, пять. Пять отрядов стрелков. Да, враги прижались прямо к линии. Да что такое, а ну... Давайте перегруппируемся. Боги наполнили ужасом сердце фражеского полководца. Теперь он бежит с поля, как последний трус. Хорошо, давайте еще откатимся. Все-таки ж один отряд сумели они обратить в бегство. Да, 15% у врагов, у нас половину. Половину. Враги показали, чего они стоят на самом деле. А они не солдаты. Они просто пугары и кролики. Откатывались. Еще откатывались. Правда, смотрите, враги оставили холм. Давайте, может быть, воспользуемся ловко этой возможностью. 29% потери врагов у нас 9. Мы атакованы. Актриды! Мы атакованы. Так, давайте лучше прессинговать пока что лучников. Отряды! Вперед! Отряды! Уходим! На нас напали! Отряды! Марш! Так, выдвигаемся немножко вперед. Так, 53% у врагов потери. Больше половины. Так, поднимемся выше на холм. Продолжаем изматывать врагов. на нас напали! Готовь! 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 Отряды! Ворс! Вперед! Так, усталый и измерённый, наша конница тоже усталая и измерённая, да. У нас ситуация тоже крайне тяжёлая. Так, давайте опять же подберёмся к лучникам. Ой, прямо они близко-близко подошли к тяжёлой пехоте. Отряды, марш! Так, не, ребятки, близко не надо подходить. Будет забрасывать вас пилом. Я думаю, да, давайте начнём ближний бой. Стрелы почти закончились. Отряды, уходим! Так, отлично. Начинаем, конечно же, с наислабейших отрядов, чтобы паника распространилась на всю армию. Ну вот, вам обязательно нужно было на тяжёлую пехоту. И вовсе невероятно. Брелки, быстрее, огонь! Слава богам! Сердца врагов наполнились страхом, и они обратились в бегство. Так, хорошо. Добиваем. Добиваем врагов. Конечно же, потери у нас тоже были довольно-таки большие. 22%, но всё-таки, по-моему, главная победа. Продолжение следует... Так, ещё один отряд всадников с Агитарией сбежал. Ладно, не страшно. В принципе, битву-то мы уже выиграли. Да, вот этот вот отстал от своих товарищей. В принципе, как мне кажется, мы его не догоним. Это момент оглушительного триумфа. Римское оружие сокрушило врага. Героическая победа. Смотрите, мы ещё и можем, да, захватить Фессалоники. В атаку! Так, давайте уничтожим жителей. Отлично. Смотрите, какой прекрасный просто город. К вашим услугам. Иду. Так, давайте повысим налоги. Так, ещё есть почти 12 тысяч. Я, кстати, да, деньги потратил без записи. Но начал строить легионеров, ещё одну армию. Так, вот так вот сделаем. Остальные деньги, кстати, да, можно будет потратить. На что-то, я даже не знаю, полезное, что ли. Давайте дороги. Так, а в Бурдигале... Блин, да, это как бы дорого. Это как бы дорого, но и деньги жалко тратить. Так, давайте в Аварике тоже дороги. Так, а что же колония Гриппина? Давайте, да, вот большой храм Соло Инвиктуса. Хорошо. Приказы? Хорошо. Приказы? Приказы. Так, ну и давайте разберёмся уже с этими, наконец-то, повстанцами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ребята, пора поговорить о наших делах. Замкните ряды. Смотрите на своих командиров. Выполняйте все приказы и не тревожьтесь о наших врагах. И прежде чем мы начнём, запомните, они больше боятся нас, истинных римлян, чем мы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, в принципе. Отряды, ждать моих приказов! Кавантир! Давайте, наверное, будем начинать атаку со стороны вот этого вот холма. Отряды, вперёд! Ага, а враги тоже тут как тут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, давайте займём холм сразу же. Отряды, ряды, быстрее, быстрее! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я напомню, да, у врагов два отряда ломбардских лучников. Хорошие лучники, дальнобойные. Уходим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шевели! По атаку! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну мы, наверное, поднимемся ещё выше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На нас напали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они атакуются! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, 46%. У нас всего лишь 1% потерь. Довольно-таки неплохо. Ну да, кто бы сомневался, что они сломаются. В принципе, никто и не сомневался в этом. Так, расстреливайте лучше ломбардских лучников. Отлично, да. Завершаем битву. Сердца врагов наполнились страхом, и они обратились в бегство. Это герои... Это героическая победа, такая же, да, как прошлое героическое с повстанцами. Победа и слава! А ты сделан, господин! Приказы в атаку! Так, что у нас на повестке дня далее? Так, здесь... Ну да, придется пока что низкие налоги установить. Приказы! Полководец! Император! Так, отлично. Давайте сдаем ход. Мани низкий. Решил все-таки же освободить... Афины... От осады. Да, мы получаемся между молотом и, кстати, наковальней. Скупил он всех наемников, которых только смог. Смотрите, да. Откуда у них столько денег? Давайте постараемся, конечно же. Не нужно забывать, скорее всего, да, что еще одна римская армия будет заходить к нам в тыл. Это, наверное, будет самым опасным. Чувствуете запах спелости? Это наши враги! Они испуганы! И это чувствуется! Но это не самый достойный способ провести ночь перед битвой, верно? Вот что страх делается слабаками! Некоторые из нас Скоро умрут! Остальные выпьют за их светлую память! Но, как всегда, мы, римляне, и будем сражаться с честью! Так. Таак. Мг. Вот здесь вот хорошая возвышенность, которую вполне стоило бы занять и удерживать. Ну да, в жалкой надежде выиграть эту битву враги привели подкрепление. Ну, вторая армия, она не такая серьезная, правда, есть немного тяжелой пехоты, есть и конницы, но большинство это, конечно же, крестьяне. Такая своеобразная вспомогательная армия. Так, прикроем фланги. Давайте расположим лучников получше. Это, в принципе, эта армия тоже довольно-таки слабая. Много наемников. Легкая конница, в принципе. Силы равны. Так, гипотаксоты подошли под обстрел наших лучников. Отлично. Да, все-таки ждет противник подкреплений. Видимо, явно не уверен в своих силах. Ну да, в принципе. Явно он не уверен в своих силах. Два процента нанесли потери врагам. Наемников конных застрельщиков расстреляли, по-моему, полностью. Так, давайте этот угол переставим. По-моему, мы построим. Видите, как он не спешит. Он не спешит ввязываться в ближний бой. Да, первый легион Клавдия Пиа Фиделис. Ну что ж, линии пехоты сблизились. Начался нижний бой. В принципе, да, наша линия вполне спокойно отреагировала. Так, крестьяне заходят на во фланг. Прям прорывается, да, этот генерал. Нужно было его убить тогда. Слава богам! Вражеский полководец мертв. Его люди знают, что их судьба решена. Так, возвращаемся к защитной позиции. Так, мани низкий погиб. Одну атаку мы успешно отбили. Мы атакованы. Покинем лучников у вражеских. Так, и здесь. Вот так вот сделаем. Войска, кстати, да, вот срочно нужно будет перестроить. Так, противодействуем второй армии. Ну, это даже не армия, это, скорее всего, подкрепление. И резерв своеобразный. Ну, вот этот вот резерв желательно, конечно же, уничтожить полностью. Тогда и Афины падут. К ногам Рима. Да, смотрите, вражеской конницей он прикрывает отступление. Хотя, мне кажется, все это тщетно. Да, эти войска уже обессилевшие. Они не хотят, да и не могут, в принципе, сражаться. Так, отлично. Продолжаем прессинговать. Очень жаль, да, что у наших стрелков закончились боеприпасы. Да, пытается прикрыть отступающих своей вспомогательной конницей. Опять же, тщетно. Опять же, тщетно. Так, отлично. А мы добиваем. Прямо в тыл хотят зайти, а? Что? Что за... Враги-то такие. Да, у нас тоже уже конница изнуренная. По этим халвам тоже особо и не побегаешь. Так, давайте для начала ударим по христианам. А, отлично. А теперь пол-анциарем. Да, вот стреляет своими гипотоксотами. Опять же, пытается нанести максимальный урон. Гвецкий противник. Да, наши войска обессилевшие. А вот это вот разогретое. Мы ее никак не догоним. Отряды, марш! Так, ну ничего. Я думаю, мы отыграемся тогда вот на тяжелой пехоте врагов. Постараемся, может быть, уничтожить все войска, которые только сможем. Да что вы делаете, ребятки? Вам нужно их уничтожать, а они рядом крутятся. Отлично. Ну и давайте вот этих вот солдат полевой армии добьем. 12% потери у нас. Вперед! Вперед! Марш! Вперед! 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 Ну да, догнать их будет проблематично. Давайте лучше отступим. Да, остался один отряд гипотоксотом, которых никак не догонишь ничего. Да, вот пока не нанесут максимальный урон, они не успокоятся. Они атакуют нас! Вперед! 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 Возвращайся! Возвращайся! Отдрадуй! Возвращайся! Возвращайся! Возвращайся за проиграну битву. Рим требует от своих полководцев побед И сегодня он получил то, чего требовал Отлично, это победа Так, уничтожаем жителей Умер лидер фракции Марсел Флавий Наш правитель мертв Благородный римлянин ушел, чтобы присоединиться к своим прославленным предкам Давая своим величием пример для всех будущих поколений Так, Кассий Молодушный Окончил свою жизнь Новый лидер фракции Публий Распутник Так, Август Флавий Так, отправим его В Аварик Великий Риммон отражается в сокровищах нашей фракции Ни у кого больше нету такой огромной казны Ну и сопротивление в Афинах подавлено Ну что ж Покорение Греции и Македонии завершилось Продолжение уже будет следующей серии Всем спасибо и всем пока